Добрый вечер Аплодисменты Я представлю свою очередь музыкального редактора Бим Радио Махмуда Аракаева Ваши господа аплодисменты Ала Верды Теперь будем все аплодировать Да, это программа «Форма свободная» В среду вы слышите нас на Бим Радио В пятницу вы увидите то, что здесь происходило На телеканале АйТиВ Это обязательно надо посмотреть Это лицо любят и почитают Многие датарстанцы Этот человек сегодня находится в студии Новый вице-президент футбольного клуба «Рубин» Он же крестный отец господа «Рубина» Экс-градоначальник Казани И я еще раз повторюсь Почитаемый многими датарстанцами человек Камиль Шамильевич Исхаков сегодня в студии Здесь аплодируем мы все С удовольствием А может такую поправку на будущее Слово экс-градоначальник Как правило не говорят Говорят градоначальник Казани С 89 по 2005 год Спасибо большое С 89 по 2005 год Градоначальник Мы поняли Бывших мэров не бывает скажем Да Об этом я хотел сказать Это как бывший новостной телеведущий Я бы так сказал И кинул бы такой небольшой камешек в сторону Такой маленький такой совсем Букетик Ну букетик да Лучше букетик да Согласен Она достойна букетик Бывших КГБшников не бывает дорогие друзья Да кстати сегодня задаем вопросы 2.92.102.8 Кто-то задаст лучший вопрос Поедет в плацкарте В верхней полке Около туалета Поедет в Хабаровск Дорогие друзья Уникальная возможность Путевка такая Пожалуйста Не в Магадан Нет не в Магадан Да 2.92.102.102.8 Мы ждем ваших звонков Также огромное количество вопросов Уже пришло от пользователей соцсетей Вконтакте Твиттер Фейсбук Пожалуйста присылайте Мы еще принимаем ваши вопросы Твиттер Аккаунт Твиттере у нас ITV16 Sport И вот что я хочу сказать Прежде всего Махмуд я считаю Мы должны поздравить Камиль Шамильевича С новым назначением С тем что вы стали Вице-президентом Спасибо Футбольного клуба Рубин И я хочу сказать Я не знаю Как оценят Мои сейчас Мои слова Люди которые слушают нас Я считаю Что вы знаете Антикризисный менеджер такой Антикризисный управляющий Да И снова Рубин Да Снова Рубин И снова поднимать Опять та же вода Опять та же река Я счастлив Что нашлась работа Дома у меня Я очень хотел вернуться Вот А эта работа Очень любимая для меня Я ни на минуту Никогда не прекращал Связи с Рубином Несмотря ни на Дальний Восток Ни на Ближний Восток Никакие места Где бы я находился Я всегда был Болельщиком И активным болельщиком Нашего Рубина Это правда Что весть о том Что вас хотят Хотят вам предложить Вот эту должность Вас застало в самолете Да Вы в этот момент Летели в самолете Отдыхать С самолетом связи нет Вы совершенно не знали Как правильно будет сказать Я потом Вы уже мне рассказали О том Что эта идея Прозвучала тогда Когда я летел в самолете Но весть меня застал Тогда когда я прилетел В самолете она не могла застать Вы даже не предполагали Что будет Такой расклад Нет Даже близко ничего не было Человек Рустама Миниханова Да Мне кажется больше Что здесь нужен был человек Который одинаково Может общаться Со всеми Здесь нужен был дипломат И этого дипломата Хорошо что долго Не пришлось искать Рустам Николаевич Я очень благодарен Потому что Это родилось Не сию минуту Но не вопрос Рустам Николаевич Давно уже занимается мной В части моего Нормального устройства Дальнейшего На работу И так далее Эта идея только поэтому Пришла Потому что у нас было Много-много предыдущих переговоров Какой груз вы сейчас На себя берете Что будете курировать Чем будете заниматься Что будете продвигать Что вот это Что это такое Вот что Круг обязывает Что делать Вот очень правильный вопрос Такой интересный Потому что я тоже Про себя спросил Когда мне только позвонил Сам Николаевич Гусев Говорит Мне поручено Довести до тебя Такое решение Такое предложение По общей совета Я тогда Хотел спросить А что я буду делать Я дождался Спросил об этом Президента футбольного клуба Рубин Сорокина Валерьевича И он мне разъяснил Мы сели вместе Несколько дней Мы буквально Задавали вопросы Ответы друг к другу И мы поняли Мне в итоге Если упрощенно Так сказать И для такого Общего понятия Финансы клуба Это значит Ну во всех его Ипостасях Имеется ввиду И переход на новую Фэр Плеер Это вот когда Мы будем В Европе Атестоваться В этом деле Это все Валерий Юрьевич А значит Все остальное То что касается Особенно футбола И его представления На всех уровнях Европы И Российской Федерации И ответственность за это За мной Вы знаете Когда вот вас Я узнал об этом Зачем Мне казалось Что вот Задача такая простая Входит Господин Искаков В кабинет Говорит Девочки Не ругайтесь Давайте Перестаньте ругаться Разворачивается И уходит Это мое субъективное Если бы там были Только девочки Ну там Такая какая-то Ну об этой возне Мы будем Вот в течение всей Передачи Будем разговаривать Прежде чем мы к этому Перейдем Давайте вспомним Что сказал президент Футбольного клуба Рубина Владимир Сорокин Ваше появление В новой должности Так Это снимет Какой-то негатив Какое-то отчуждение Клубу Которые возникали И муссировались В последнее время Вот его цитата Сразу после совещания Он сказал именно так И у меня один вопрос Что же в действительности Происходит в Рубине Как бывает Я вот это тоже слышу Первый раз Но постараюсь Оправдать И это доверие тоже Ну на самом деле Рубин Я исключительно уважаю За те достижения Которые у него есть И те семь лет Которые у меня здесь не было Под руководством Особенно Александра Петровича Два же чемпиона России Обладатели Кубка России И так далее И так далее На самом деле Ну Европа И так далее Когда сказал Это европейские Разный уровень соревнований Это очень большие достижения И я очень уважаю И клубу тоже сам искал Когда представлялся И я не собираюсь Это каким-то образом Чернить Или как-то Наподобие этого Я собираюсь Двигаться вперед Когда говорят о негативах Ну что У любого организма Бывают и негативные моменты В том числе Вот И Они наверное Здесь тоже есть Тем более Я взял силу Познакомиться со справкой Которая недавно была создана По фактам Которые проверялись Вот И Их надо поправлять Надо двигаться вперед все равно А не было такого Есть всегда Вот когда берешься Вот опасаешься Что вот Что Замараешься как-то Вот не было такого Потому что сейчас Все И болельщики И не болельщики Поделились на два лагеря Да Значит Одни считают Что Рубин это дважды чемпион Там Здесь это взяли Туда съездили Барселону выиграли Ага И есть Еще одна Небольшая половинка В их число вхожу И я Которые считают Что Ну в Рубине что-то плохо Попахивает там как-то Вот Вот вы не боитесь Что Вот это вот Как-то Вы сейчас Безупречный Вот у вас репутация Вы белый Пушистый Даватика Вы приятный человек Тут много пишут Пусть он вернется Вот это Совершенно верно И тут сейчас Вот вы влезаете В это вот Во все это Это уже это Но я влезаю Это чистым Ну да Почему я должен Причем я должен После этого пахнуть Ну не знаю Ну вы вот сами Не боялись этого Что как какая-то Часть негатива Упадет на вас Не у меня Хватает жизненного опыта Да Чтобы там Ну и энергетики Еще хорошей Положить Да С каждым Чтобы можно было Разобраться по нормальному По состоянию Я еще говорю Я к нему отношусь С уважением Чтобы не было Такого предзятого Кому к нему А К ним говорю К сотрудникам коллектива В целом отношусь С уважением Но только к тем Которых потом узнаю И понимать В чем дело Для того чтобы Вот все что вокруг Там набралось На здорового человека Нормального человека Я там принял решение И это принял решение Мне порекомендовала И Руслан Многолевич И Валерий Юрьевич Порекомендовали Это проводить Я поэтому буду Исполнять обязательно Эту волю И проводить аттестацию И Каждый сотрудник Будет аттестован Я уже Сейчас все это забояли Сейчас вот Я уже им сказал Нет Они уже позавчера Забоялись Хорошие точнения Значит Я им сказал Просто вы Пожалуйста Готовьтесь к аттестации И главное Ваше Что ли Почему будете Вы аттестованы Или не аттестованы Вы положите на стол Что вы сделали И нет ли вас Вот Ваших достижений В кавычках В тех справках Которые есть Значит в этом Там есть проблемы Которые есть Там с квартирами С транспортом Еще чего-то Но это же нельзя Вот это пятно Положить на всех Это найдутся отдельные люди Которые На аттестацию Скорее всего Не придут А принесут заявление А футболистам на аттестации Будут измерять длину языка Наверное Чтобы не Болтливых Они так боятся Что-либо лишнее сказать Нет Футболист не аттестуется Нет Они по уровню футбола Все хорошо 2-92-102-8 Пожалуйста Звоните 2-92 Давайте уйдем на рекламу Остановимся на секундочку Только я хотела оберды Ну ладно Давай вот заинтригуем Сейчас после рекламы Поговорим оберды Сейчас все самое важное Все самое интересное 2-92-102-8 Ваши вопросы Обязательно будем задавать Все то, что вы уже задали Тоже озвучим И в пятницу не пропустите Смотрите на телеканале ТВ 2-930-800 Ну что же, друзья мои Это Форма свободная Мы продолжаем нашу программу Я напомню, что множество У нас вопросов Мы все обязательно Все зададим Но сейчас у нас Телефонный разговор Представьте Да, и в студии у нас Камиль Исхаков Давайте послушаем Какой вопрос у нас Да Алло, здравствуйте Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста Алло 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 Слушаем вас Говорите, пожалуйста Алло Алло Сорвался, похоже, да? Сорвался, да? Да Ну, хорошо Ничего хорошего, конечно, в этом нет Пожалуйста, перезвоните нам еще раз Да, вопрос был, потому что очень хороший Я краешком уха так задел его Хорошо, пусть перезвонят Давайте Навалевшему Ну, а теперь Бердыев, да? Да, теперь Бердыев, да? Все-таки с каким Какие у вас отношения сейчас С Курбаном Бекевичем? Если вы сейчас вице-президент Значит, его тоже устроила Ваша кандидатура И давайте, дорогие друзья Вспомним, что именно Камиль Исхаков В свое время Пригласил Курбана Бердыева в Казань Ну, сейчас у нас есть звонок Давайте послушаем Нашего телезрителя Пожалуйста Нашего радиослушателя Да, ну, сказал телезритель Все правильно Алло, здравствуйте Здравствуйте Зовут вас как? Зовут вас как? Меня зовут Адель Добрый вечер Адель, да Вас слушает Камиль Исхаков Я Игуль И я Вы можете задавать вопросы Я даже знаю Кому вы будете их задавать Мне, наверное Нет Ну, давайте У меня вопрос К Камиль Шамильевич Слушай вас Слушай Во-первых, я его хотел поздравить На значение Спасибо Спасибо Прочитал сегодня новость В интернете По поводу того, что У Рубина ожидает Ваши перемены У меня такой вопрос Каким образом Клуб собирается зарабатывать? Ну, по поводу Больших перемен Буквально маленький Спасибо, понятен вопрос Маленькая ремарка Большие перемены Это значит У нас будет Значит Проходить аттестации На европейском уровне Нашего клуба На фэр-плеер Так говоря Да Вот А значит Ваш вопрос По поводу Как клуб будет зарабатывать? Да Как будет зарабатывать Вот как раз тогда Когда мы Особенно перейдем На этот фэр-плеер И будем Значит Иметь уже другую Свою структуру Некоторую Там больше Это дело будет явным Видно Мы будем идти Но зарабатывать будем На всем Честно говоря Зарабатывать будем И на Значит Соответствующей рекламе Нашей деятельности И будем на Футболках Майках И шарфах Там Как говорится И будем зарабатывать На том Чтобы мы будем Производить товар В виде Хороших игроков И значит Выставлять его на рынок Этот товар Таким образом Зарабатывать Ну Тем что Зрители будут ходить На стадион Тем что телевидение Начнет Может быть Понемножку наплатить На все-таки Начинать Наивный Взрослый человек Я внутренне настроен На все это дело Абсолютно Здорово Немножко открыть надо клуб Потому что клуб Очень закрытый Прям вот он настолько закрытый Что поражаешься Нельзя быть таким закрытым Потому что Курбан Бекетч Я не знаю Повесил железный занавес И сейчас Железный занавес Будет открывать Почему тренер Определяет Коммерческую составляющую клубу Это не тренер Тренер должен заниматься Тренировками Все Больше он ничем Не должен заниматься Занимается футболом Послушай Когда речь идет о больших деньгах Извините Курбан Бекетча Курбан Бекетча Уже там Давай начнем с того Что это не его деньги Напрасно Это не его деньги Напрасно В этом смысле Я с ним Имел беседу Он абсолютно за открытость клуба Абсолютно за все эти дела Вот Были там другие моменты Связанные с конкретными игроками Поэтому это закрытие было Какого-то В каком-то виде Значит Мы сейчас И он тоже за это Никаких проблем нет И сегодня я даже На пресс-конференции С журналистами Сказал им Что пожалуйста Давайте каждый день Открыть наш сайт Каждый день Задавайте пресс-центру Наши вопросы Мы каждый день Будем уходить И публиковать на сайте Будем свои ответы Нужны мои вопросы Мои ответы Мои вот ответы Других работников Другие ответы будут Будем открываться Полностью Для всей работы Нам это очень важно Чтобы мы жили Единой семьей Да Секундочку Давай попозже Это да Вот у нас есть звонок Пожалуйста Звонок да Давайте дорогие друзья Примем звонок Звонок это очень важно Алло здравствуйте 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 Зовут вас как? Меня зовут Камиль Абдуллаевич Камиль Абдуллаевич Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Я хотел бы задать вопрос Камиль Шамильевичу Хай 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 Какой вопрос За прошлый сезон Не показывали Трансляцию Домашних матчей У нас очень Больных Инвалидов Они не могут Опасить Нельзя ли транслировать Домашние матчи По телевидению Хотя бы После матча Отличный вопрос Да На телеканале ИТВ например Отличный вопрос Господа Спасибо Ну я Честно говоря Не знал Эту проблему Честно признаюсь Как всегда О том что Не транслировался В это время Я тоже думаю Что это неправильно Почему нужно После матча Нужно во время матча Болеть нужно Тогда когда болеет Эта болезнь Все Таким образом Мы никогда не сделаем Может кто-то хотел Чтобы привлечь На стадион людей Это не путь Привлечения на стадион людей Я думаю Мы будем транслировать Я не знаю От кого это зависело И почему это не делаю Разберусь И потом буду Настаивать Ну там Там проблемы В телевизионных правах Мне кажется Потому что Кто-то выкупает Телевизионные права И он не позволит Просто показывать Мне кажется Но на самом деле У кого есть интернет Он всегда может найти И онлайн Совершенно Спокойно смотреть Дорогие друзья Речь идет о прямых Трансляциях Это жизненно необходимо Почему мы действительно Не можем видеть матча Рубина Во всяком случае Сейчас Когда мы запустили Прямые трансляции Баскетбольного клуба Уникс У нас господа Просто На наше онлайн вещание У нас идет Помимо прочего Не только Казань Татарстан смотрят Онлайн вещание 76 городов За первый раз было Сейчас эта цифра Увеличилась вдвое Все страны Преподсоединились Все смотрят Уникс Баскетбольный клуб Рубин Такая же история Про волейбол Я смотрел волейбол В интернете Наша команда Казаночка В интернете Было 7800 Просмотров Вот этой трансляции Интернет Волейбола Женского Он чувствует Вы женщину Больше любите Особенно Когда они стоят В приеме На подаче И камера Так вернемся К Берды Можно я задам Не подожди Можно я задам В каких отношениях Вы сейчас С Курваном Викевичем Как всегда Как человек Который привез его сюда В Казань Но большие деньги Людей меняют В очень Очень хороших отношениях Как всегда Я этого человека Очень уважаю Он проявил себя На фоне Всех тренеров Которых я знал До него И которых я знаю Сейчас Кроме него Это самый Такой Порядочный И самый Очень Высокоинтеллектуальный Человек Воспитанный человек Очень любящий Дело И очень много Работающий Ради этого дела Его загрузили Огромной Административной Работой В клубе Я считаю Что это все Неправильно Я его разгружу От этой работы И пусть он Занимается Своим Делом Который он Знает Великолепно Дело в том Что я прежде чем Дать согласие На эту работу Выезжал к нему На сборы И мне нужно было Понять Настроен ли он Имеет ли он В себе Пыл Запал И знания И умения Чтобы идти дальше Двигаться На новые высоты Он Такой запал Имеет Мы с ним Серьезно беседовали На этот счет И знает Он За счет чего Он будет добиваться Этого Это меня устроило Я Пошел И согласился На эту работу С учетом Этого тоже Такой вопрос Осталось еще Ну как бы Вот это Не очень хорошая схема На самом деле Не для России Осень Весна Мне кажется Это неправильно Летом надо играть футбол Осталось еще Грубо говоря Пол сезона Ну чуть поменьше Какие задачи Вот на оставшуюся задачу Какое место Мы должны занять Вы это знаете Учитывая Что сейчас ситуация Не самая лучшая Вы ведь встречались Со всеми С хозяевами клуба С теми С президентом Наверное Обсуждали этот вопрос Республики Вот давайте Чтобы мы Ничего не путали Живет футбол Рубин в том числе Есть И дальше Он будет жить Только тогда Когда отношение К этому будет Такое же Как сегодня У Рустаму Горяч Мениханова Благодаря президенту И это никакие Некрасные слова Собства Вот это на самом деле Так Вот благодаря Его отношению Мы двигаемся В этом вопросе То есть нет задачи Кубок Нет 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 И мы когда С ним встречались Говорили да Не называется задача И он не говорит Такого там Третье место Второе место Кубок Там Европа Левролига Там Лига чемпионов Такого конкретного нет да Задача стоит одна Татарстан сегодня По всем своим Спортивной столицам России Нет И по всем другим показателям И по экономике И по политической составляющей Да И по другим социальным моментам Впереди всех Субъектов федерации По большому счету Согласен Столько джипов на дорогах Как в Казани Нигде нет Вот И поэтому Мы не можем Плестись в хвосте Нашего Татарстана Мы должны быть Флагманом Татарстана Так уже интересно А значит В футболе Мы должны тоже Иметь максимальную задачу И мы идем на нее Хотя При этом Надо было бы Внести дополнительные деньги На то Чтобы на трансфере Еще подкупить Нам нападающего Забивающего уголы Вот может быть И хорошего Там может быть защитника Не торопитесь Это мы Впереди Вот это все Это самые основные вопросы Я говорю Надо было бы купить Но мы их покупать Сейчас не будем У нас в связи с универсиадой Огромные Значит Потребности Финансов Для того Чтобы универсиад Ну да У нас универсиад Чтобы она прошла хорошо Немножечко становится понятной Все таки вопрос Дмитрия Озерова Вконтакте заден вопрос Вчера на сбор нашей команды Приезжал Фабия Капелла СМИ писали О длительной беседе Беседе его С Курбан Бекевичем Не знаете ли вы Хотя бы в общих чертах О чем был разговор Не встречались ли вы Сами с ним Или уже на тот момент Вы покинули лагерь Вот так вот Прошу Очень подробно Фабия Капелла Приезжал в Испанию На наши сборы Вчера Да Я там не был еще в Испании Поэтому это исключено Я не участвовал Сейчас никто не поверил Что Искаков за всю свою жизнь Не был в Испании Нет На этих сборах Конечно На этой беседе С Фабией Капелла Я сейчас Быстренько отвечу Коротко Я Фабия Капелла К нам приезжал Только с одной целью Он на сборы В отличие от Положение С 4 по 6 числа Должен был Вызывать наших ребят Приглашил их С 1 числа Чтобы они пораньше Занимались Для наших ребят Которые готовятся В своем режиме Твердом Это очень тяжело Не надо бы нам Этого дела делать И вот они Об этом договаривались Что телефон Или я У нас есть звонок Пожалуйста Давайте примем Остренький вопрос Есть Я все равно Задам я сегодня его Алло Здравствуйте Здравствуйте Зовут вас как Представьтесь пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Олег Олег Добрый вечер Олег У нас вот Ну вы знаете кто у нас в гостях Все прекрасно Вопрос ваш Добрый вечер Скажите пожалуйста Будете организован клубом Бесплатный выезд На матч С мадридским атлетиком Офигеть Проведение Ответного матча В Москве Ничего себе Когда в Москве будем играть Но если вдруг Будем играть в Москве Первая игра же будет В Мадриде Да Уже будет В России Да 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 Оплатите мне пожалуйста Я в Чикаго хочу съездить Друзья мои Болельщики С какого перепугу Клуб должен вас Бесплатно куда-то возить Вы взрослые люди Вы зарабатываете деньги Вы болеете для чего Для того чтобы бесплатно мотаться За чьи деньги вы хотите это делать Я не понимаю Даже предлагаю не отвечать На этот вопрос Не знаю Почему клуб должен оплачивать С какого перепугу Давайте я лучше задам Вот такой вопрос Пресс конференция Пресс конференция Вот совсем недавно И такая фраза прозвучала Я есть тот самый Примиритель Между Бердыевым Несколько часов назад Это было сказано Между Бердыевым и Громовым Что Бердыев Он что поссорился Опять со всеми поссорился Да И из этого у меня Вытекает такой вопрос Почему тренер Ссорится с деньгами Потому что Как бы Ну оттуда ведь идет А вот поясни пожалуйста Ну Мы все знаем Чем занимается Господин Смаренкин Как бы Что он делает для клуба Это деньги Нет нет Занимался Занимался Хорошо Занимался Ну Должен ли тренер Ссориться По большому счету С хозяином Вот так вот вопрос поставим Нет не должен Не должен Все спасибо большое Я Удуль Тарен С хозяином не должен Мне очень понравился Вот этот ответ Но все таки Примиритель Да Примиритель Конечно Нет но На самом деле Есть вопросы Которые просто так Не разрешатся Я взял на себя И эту функцию тоже Ну почему Все должно быть проще Ты У тебя вот фирма Тебе не нравится Менеджер какой-то Ну главный менеджер Хорошо Взял и уволил Все Терма закрылся Дорогой ты мой Каждый человек Да Который Становится у какого-то руля Начинает считать Что он все знает Лучше чем те Которые рулили раньше Это на кухне Да Я всегда говорю Я все знаю Я во всем разбираюсь Во-во-во-во Это точно А тебе готовится Все равно жена Наверное да Я тот человек Который Режет все Не может остановиться Ну вот Я все отрезаю Продолжай Продолжай режь Вот А когда начинает Ну просто Безо всего Вот Входить в эту кухню Да И начинать Говорить Что вот это вот Нужно сделать так Тому кто это умеет Делать лучше других Немножко неправильно Надо Строить отношения Уважительно И быть обязательным Во всех делах А вот возникает Вот эти вот трения Насколько я уже успел увидеть Из-за необязательности Одних людей Перед другими И здесь Обвинение в адрес Бердыев высыпать Я не могу Пока Бердыев наоборот Он еще делает больше Чем он должен делать Как тренер Он в те вопросы Другие вопросы Болеет Залезает Занимается Но я вам Не буду сейчас Какие-то теории Рассказывать На самом деле Дайте по рулю Позанимаюсь с ними Кто до вас был Громоотводом Ведь всегда должен быть Громоотвод какой-то Кто до вас Был Фактически такого не было Тем человеком Который приходил Как-то и вот Все договаривался С этими С этими Ребят Надо работать Вы видите Пока гром гремел А до этого Гусь Вальсан Петрович Да Кстати До этого Гусь Вальсан Петрович Был таковым Он всех Раскладывал Уводил И потом Там Значит Был Голов Который тоже В общем Каким-то образом Занимался Такими же Отводными делами Громоотводными Хорошо, что пришли вы Мне нравится ваша позиция Пожалуйста Звоните 2-92-102-8-FM Хотел сказать 102-8 Пожалуйста Звоните Под конец года Когда страсти вокруг ТР Накалились И конфликта Вот в Рубине Курбан Бекич Начал все-таки Общаться с прессой Избирательно Говорят Ему посоветовал Это сделать все-таки Сын А как будет сейчас Кто будет давать Интервью Все-таки Камиль Шамильевич Хотя вот вы сейчас здесь И вы всегда Буквально несколько минут назад Сказал о том Что схему мы выставили такую Что все в любое время Сдают вопросы нам И мы даем ответы Камиль Шамильевич Он ничего никогда не отвечает Я прошу прощения Не отвечал А Нюанс Не отвечал Но будет отвечать Хорошо Я ему сказал вчера О том Что вот когда весь стадион Будет полный Я буду оценить Что твоя работа хорошая Ты молодец Справляешься Хорошо И сегодня мы тоже договорились Об этом однозначно Будут они принимать И вопросы будут нам доводить Быстренько Мы быстренько будем давать ответы Нам нужен контакт самим Отлично Еще А это все-таки посоветовал новый консультант? Консультант? Да Консультант А советник Точнее неправильно выразилось Советник Которого мы выписали сейчас Мария А Нет Это ее сейчас уже работа идет? Нет Хорошо Роман Шаронов Капитан команды Говорит, что нервотрепка Связанная с продлением Или непродлением Контракта с Бердыевым Сказалась на результатах команды В чемпионате И когда все это закрутилось Вот я цитирую Рубин набрал только одно очко В чемпионате России Какая сейчас обстановка? Все Все улеглось Улеглось, да? Все улеглось Хорошо Звонок в студии у нас есть? Вот опять-таки это доказывает Что тренер должен тренировать Менеджмент должен управлять Тренер не должен влезать Никакие вопросы Тренируй И тренер должен знать О своей перспективе Ровно, ну, хотя бы за полгода До того, как надо Не обязательно Тренер это, как и все наемные люди Он обычный наемный человек Относитесь к этому так Алло, здравствуйте Алло Здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, зовут вас как? Меня зовут Дмитрий Дмитрий Что хотели спросить Дмитрий? Камешан Милевич Поздравить со значением Спасибо И хотел вопрос задать По поводу Школы Рубина Так Хотелось бы узнать Будут ли какие-то изменения В школе С вашим приходом И Хотелось бы Точнить Когда мы перестанем Покупать игроков Из-за границы А будем Основной состав Брать своих воспитанников Спасибо Спасибо По поводу изменений В школе Значит Я для начала Может быть вы видите Какие нужны Эти изменения Я пока не имею Возможности сказать Что какие-то нужны Конкретные изменения Со школой Поручено заниматься Мне Во всем Глубоко Разобраться И найти формулу Дальнейшего просветания Этой школы А Сказать Когда мы Прекратим покупать Это вопрос Очень такой Непростой Значит Сегодняшний уровень Подготовки Наших футболистов Которые даже наши Вот прошли школу Какой-то Дубля Второго дивизиона Первого дивизиона Доходят до Премьер дивизиона По своим возможностям Силам Он слишком Точий Вот мы сейчас Абсолютно Назначе смотрим На то что Портнягин Уже Обкатался В первом дивизионе Забил в прошлом году Девять голов По-моему Значит И вот сейчас Мы его забираем К себе В премьер дивизион Такие примеры Будут и дальше И мы за это Вот Но другое дело Вырасти до этого уровня Не так очень просто Совсем не просто Вот Ну и поэтому Мерка для Центра подготовки Молодых футболистов То что мы говорим Вот про эту школу Все время Она будет только В этом и состоять Сколько человек Воспитали И сколько Дошло Пришло Вот А когда мы прекратим Совсем покупать Тогда Когда наши футболисты Выйдут на уровень Ну совсем Совсем не покупать Невозможно Это миф о том Что можно Своими воспитанниками Что-то сделать Вы не боитесь Конкуренция нужна Что вот К вам сейчас Пойдут Вот это Камеш Амельщин Будут плакать Жилетку У нас вот Опять начнется Горячей воды Там нет Это это Мячики купите нам Не боитесь Что Чересчур Они вас сейчас загрузят Я вообще ничего не боюсь Ну это вообще Да Человек прошел такой Он в 90-е Казани руководил О чем Господа Вопрос от Ильяса Юлгушева Скажите пожалуйста Гекхен Тере Останется ли в Рубине Продолжит ли защищать Наши цвета Он же вернулся Вроде бы опять Все нормально с ним Что это за такой Скандал был вообще Человек кто уехал Он бедняжка Он бедняжка Оказался В бедцентре Этого скандала Вот И он конечно Сам Ничего из этого дела Не понял Из этого скандала И спасибо на самом деле Рустам Нагаревич Мениханову Он встречался с ним И там В Турции Когда был Да При очередной поездке И сейчас активно занимался И в конце концов Только когда вот Вручили письмо Рустам Нагаревича Как я на Тере Значит все остальное Улеглось Есть полная гарантия Всего-всего И гарантом этого тоже Действия Рустам Нагаревича Выступаю и я И я так и буду Вести себя Вот Но Дело в том Что и не надо ему Особо гарантий Да Во всем этом большом деле Есть контракт Какие гарантии еще Есть контракт И все ребята В клубе к нему Хорошо относятся Они не считают Что он Виноват В этом Вот Круговороте Который затеялся Поэтому Будет все с ним Хорошо Давайте Тайм-аутик возьмем На рекламу Прервемся Давно не было рекламы Надо рекламу Рекламу двигать И продолжим Давайте кинем Какой-нибудь такой Горячий факт Давайте Трансферы И так далее Это очень интересные факты Перейди трансферы Очень много вопросов От вас поступило Сейчас все будем Задавать Все узнаем сейчас Кто, где, когда Из первых уст От первого человека